На сегодняшний момент, возможно, вторая волна обсуждается на всех уровнях. Это и Всемирная организация здравоохранения. Если вы помните выступление Ханса Клюге, он считает, что вторая волна неизбежна. Вопрос только, насколько она будет тяжелой и насколько, скажем так, она затронет нормальную жизнедеятельность общества. Хотя некоторые эксперты приводят пример того же SARS, который очень близко к коронавирусу COVID-19, тоже семейство коронавирусов, которое вызывало типичное понимание в 2003 году, когда он тоже достаточно долго доставлял очень много неприятностей для азиатских стран. В июне достаточно неожиданно для экспертов заболеваемость начала снижаться, а в июле он практически исчез, ушел в эпидемический тупик, и не было больше ни второй, ни третьей волны. Поэтому здесь надо говорить к тому, что надеяться, что второй волны не будет, но готовиться к ней надо обязательно. И опять же, если вы обратили внимание на наступление Ханса Клюге, основной подход, который сейчас рекомендуется, это отслеживать здоровье контакта в первом уровне. Это то, что мы с самого начала делали в нашей стране. Это быть готовым к оказанию медицинской помощи заболевшим. И здесь у нас тоже нет проблем с доступностью медицинской помощи. Мы по регионам в режиме готовности. У нас в каждом регионе есть достаточное количество свободных коек, которые готовы оказать медицинскую помощь всем нуждающимся. И быть готовым к введению, прошу обратить внимание, определенных ограничений. У нас и на сегодняшний момент определенные ограничения действуют, но необходимости в каких-то более жестких ограничениях мы не видим, поскольку у нас нет признаков перегрузки системы здравоохранения. Единственное, то, что мы на сегодняшний момент видим, что инстинкт самосохранения у наших граждан несколько снижается. Поэтому я еще раз хотел бы напомнить базовые принципы о необходимости мыть руки, о необходимости в какой-то мере соблюдать личную гигиену, социальное дистанцирование и защищать себя. И наиболее уязвимые категории наших граждан – это жилые, это люди с хроническими заболеваниями. Но в целом мы видим, что установление хорошей погоды и более активное общение наших граждан пока негативно не сказывается на эпидемиологической ситуации, но определенные меры предосторожности надо все-таки соблюдать. Оценить полные параметры эффективности можно будет тогда, когда эпидемия закончится, будут проведены популяционные исследования и подсчитаны показатели летальности и количества выполненных тестов. Если брать статистические показатели, по количеству выполненных тестов мы, по-моему, входим в десятку стран в мире, на миллион жителей. Показатели летальности у нас одни из лучших, если не лучшие в мире. И основное то, что мы не допустили перегрузки системы здравоохранения. У нас не было ни одного перепрофилированного спортивного объекта в медицинское учреждение. Мы не видели, слава богу, очередей скорых и людей, лежащих в коридоре в ожидании своей очереди на получение медицинской помощи. И у нас никогда у реаниматологов не было тяжелого выбора, кого из пациентов подключать к аппарату ИВЛ. Потому что даже в самый активный период эпидемии у нас задействовано было менее 15% имеющегося парка аппаратов ИВЛ. И основное достоинство это говорят и про шведскую модель, и про наш путь. Эти мероприятия могут проводиться долго. По сути, очень долго, минимально вторгаясь в жизнедеятельность наших граждан. И если кто-то на сегодняшний момент пытается нас упрекать, что в отличие от нас остальные страны спасали не экономику, а людей, то есть это немножко нас как бы обижает посыл. Мы тоже спасали людей. Только мы начали это делать раньше. Когда мы сохранили санитарно-эпидемиологическую службу и постоянно ее развивали, расширяли сеть в лаборатории, обучали новых специалистов. Мы сохраняли людей, а не экономику, поскольку экономически многие считали нецелесообразным содержать такую мощную службу. А когда нас критиковали о том, что у нас избыточный коечный фонд и количество коек надо сокращать, мы, исходя из своей потребности, сохранили социальный стандарт обеспеченности населения коеками. И это то, что на сегодняшний момент нам помогло пройти эту эпидемию, не останавливая специализированную медицинскую помощь. То есть мы в тот момент тоже спасали людей, а не экономику, потому что содержать такое количество коек многие считали экономически нецелесообразным. Нас тяжело сравнивать с многими западными странами, потому что у нас другая система здравоохранения. У нас другие подходы, и она позволяла идти этим путем и не делать тяжелый выбор, что спасать людей или экономику. Ко второй волне, естественно, мы, учитывая на сегодняшний момент уже многомесячный опыт борьбы, естественно, проанализированы узкие места, проанализированы возможные риски. Мы создаем запасы средств индивидуальной защиты. Мы расширяем существенно мощность наших ПЦР-лабораторий. Когда мы начинали, мы делали 300 анализов в сутки. Потом перевели лабораторию в коллосуточный режим и начали делать 750. И всем рассказывали тысячи, но максимум полторы. Это все, что мы, скажем так, сможем себе позволить. На сегодняшний момент мы делаем почти 20 тысяч исследований в сутки и проводим работу по модернизации переснащения наших лабораторий для того, чтобы в случае необходимости могли делать несколько раз больше. Мы анализируем состояние наших больниц инфекционных и неинфекционных стационаров. И вы даже не представляете за это время, насколько была расширена емкость именно точек кислородной поддержки. То есть обновлены, отремонтированы все системы централизованного снабжения кислородом. Они расширены, их возможности. Я думаю, эту работу мы продолжим дальше. Существенно обновляются диагностические возможности. Я думаю, что на следующей неделе ожидается прибытие первого компьютерного томографа. Это в рамках тех 10 компьютерных томографов, которые Слав Калий в рамках спонсора своей помощи передает городу Минску. Кроме того, подписаны договора с Всемирным банком, где сейчас ведутся переговоры с Европейским институционным банком, где тоже планируется закупка и компьютерных томографов, и машин скорой помощи для того, чтобы действительно повысить устойчивость работы системы дрохогени, повысить ее возможности. Ну и опять же, учитывая, что мы вставляли эпид-процесс в контролируемых рамках, мы считаем, что достаточно значительное количество людей у нас имеет специфический иммунитет. Естественно, мы эти исследования продолжим для того, чтобы определить уровень популяционного иммунитета. Но опять же, количество людей, имеющих специфический иммунитет, позволяет вторую волну прогнозировать менее тяжелую, чем было первую. Продолжение следует...